Вика И надеюсь, что я вернусь в нормальный темп выпуска видео Как это было далекие полтора года назад Ну а так как за последнее время очень много чего поменялось и произошло В своем инстаграме вот вам ненавязчивая реклама Которая здесь будет на протяжении всего видео Подписывайтесь, переходите, я выпускаю крутые фоточки Так вот, в своем инстаграме я попросила вас задавать вопросы И вы бы нас задавали просто огромную кучу различных вопросов И на некоторые из них я сейчас отвечу И я хотела сделать это видео максимально осеннеуютным Поэтому я взяла чаек, вы тоже берите чаек в печенюшке И если вам интересно, то давайте скорее начинать Горячий И это было ожидаемо, это было очевидно Было огромное количество вопросов о том, куда же я все-таки поступила И я говорила и рассказывала об этом в своем инстаграме Можете подписываться, я делаю крутые фотки Переходите туда, абсолютно ненавязчивая реклама В общем, для тех, кто не знал, для тех, у кого еще оставались вопросы Я поступила в Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара На ФАНИМО, факультет общественных наук и международных отношений На специальность международные отношения Будущий дипломат и президент этой планеты Здравствуйте! И да, я прекрасно понимаю то, что будет наплыв новых подписчиков И просмотров в лице моих новых одногруппников и однокурсников И как бы сейчас я должна была засмущаться И типа, ой, ну это мой канал, я как-то не снимаю Но как бы я очень стесняюсь Но нет Камон, это мой канал, это мое творчество Это я, поэтому Если это смотрят мои одногруппники, однокурсники и прочие люди Начинайте принимать меня такое, какая я есть Вот она я Добрый день, здравствуйте Давайте обнимемся Сложно ли было поступать? Ну, смотря с какой стороны рассматривать поступление Если говорить о ЗНО То было тяжело в плане того, что не было абсолютно времени То есть я сдавала три предмета Я ходила по трем репетиторам При этом у меня были одни танцы, вторые танцы Какая-то учеба в школе Потому что я тянула медаль И как бы это тоже, скажем так, была причиной Почему тратилось на учебу много времени При этом тоже хотелось немножечко отдохнуть И посмотреть какие-то фильмицы При этом были видео Я все-таки их выпускала Когда-никогда, но было такое дело Вот И в плане времени было тяжело В плане того, что нужно всю инфу держать в голове Тоже было тяжело Потому что особенно это было ближе к самому ЗНО Когда ты понимаешь то, что Вот сейчас будет первый экзамен Потом сразу же второй и третий И тебе нужно всю эту информацию держать в голове А ее все больше и больше И я реально чувствовала, как место в моей голове Блин, заканчивалось Это было ужасно Что касается поступления в плане подачи документов Ну, тут особо сложного ничего не было То есть все в принципе предельно понятно Единственное то, что я чувствовала себя таким Тупым щенком, который не понимает, куда ему приткнуться Что им вообще делать Что вообще происходит И блин, камон Что это вообще такое? Объясните, расскажите Вот, поэтому если интересно Я могу поподробнее об этом рассказать И опять-таки все предложения по будущим видео И какие-то вопросы вы можете задавать как здесь Так и в моем инстаграме Я очень люблю там с вами общаться Поэтому имейте это в виду Вот, но в принципе как бы поступила И было очень много вопросов от друзей, знакомых, родственников Просто подписчиков О том, поступила ли я на бюджет Потому что многие знали то, что я шла на бюджет Я тянула медаль как бы И очень хотелось на бюджет Поэтому название видео Это не кликбейт Это true story Итак, почему же медалисты не поступают История моей жизни просто Так случилось то, что на мой факультет Общих, то есть максимальное количество бюджетных мест Которое могло быть Обещали 12 Ну, хотели 12 Дали 3 Это ровно на 3 больше, чем в прошлом году Ну, а я в списке оказалась пятая И как бы вот История фейлов моей жизни И как я обожаю это заканчивающееся место на карте памяти Просто любовь Подарите мне нормальную карту, пожалуйста Очень прошу вас Так, почему же я не поступила? Во-первых, очень мало бюджетных мест дают А во-вторых, я не отношусь к ребятам Которые могут 24 на 7 сидеть, что-то зубрить И сдавать там по 200 баллов Я сдала достаточно высоко ЗНО Но я не хочу это делать в ущерб себе Ну, то есть я тоже иногда хочу посмотреть фильм Я хочу встретиться со своими друзьями У меня есть много хобби, которым я тоже хочу уделять время И поэтому посвящать 24 на 7 время учебе мне не хотелось Но я довольна тем, как я сдала ЗНО Как я сдала экзамены И, ну, не случилось и не случилось И я поступила на контракт И в принципе ничего в этом такого нету Конечно, тут зависит от города, специальности Потому что цены бывают достаточно кусачими Если так можно сказать Но все это решаемо и вот так вот Как ты обрабатываешь свои фото? У меня есть несколько своих лайфхаков и любимых приложений Поэтому, если тебе интересно, то я могу снять отдельное видео для этого Поэтому я жду фидбэка и жду тебя внизу Как учеба? Потихоньку умираю от недосыпа Серьезно, другая система, другие возможности Все другое И две недели нужны были, правда, для того, чтобы привыкнуть Что, как и вообще, что происходит Потому что все по-другому Но я думаю, я надеюсь на это То, что со временем я привыкну Все будет нормально Но пока что я умираю от недосыпа Почему? Потому что я привыкла, то, что у меня в школе эти две минуты И можно встать или выйти из квартиры за пять минут до начала уроков А тут вставать в 5.45 Как бы почти каждое утро вообще не весело, честно говоря Но я думаю, все будет круто Думала ли когда-то бросить канал? Конечно же, думала И те, кто со мной давно, помнят то, что прошлой осенью я попросила у вас паузу Для того, чтобы разбираться, что я хочу снимать И что вообще, как будет происходить Это был такой первый сильный толчок Когда я думала, что на этом будет, в принципе, все А потом вторая проблема была этой весной Я тоже всерьез задумывалась над тем, чтобы завершить свою карьеру контент-мейкера Потому что, ну, случился ряд негативных моментов И мне было тяжело И, в принципе, никто не мог помочь Потому что коллег по этому ремеслу, скажем так, достаточно мало Из близкого окружения Ну, то есть, их просто нет Да, поэтому вот так вот Что ты обо мне думаешь? Поехали вопросы от одногруппников Я думаю, что ты сопьешься скоро Вот, прям, да У меня с тобой ассоциируется песня ЛСП ползать Вот, специальный привет тебе С моего канала Вот, слушай и наслаждайся В общем, таким получилось это небольшое видео Я очень надеюсь, что оно вам понравилось И мы стали как-то немножечко ближе И если вам оно понравилось, ставьте палец вверх Если не понравилось, ставьте дизлайк Пишите комменты Задавайте вопросы, идеи для видео Я была очень рада с вами пообщаться И мы с вами увидимся совсем скоро В следующем видео Сияйте Пока Субтитры сделал DimaTorzok